Бюджет пересмотрен. Краевой доход вырос на федеральные 755 миллионов, направят их в основном на обеспечение лекарствами. Расход вырос существеннее на 5,5 миллиардов из-за увеличения дефицита бюджета. Гасить его планируют за счет денежных остатков на начало года. А почему у нас такие остатки на счетах на начало года? Ну, понятно, что отчасти это связано с тем, что доходы бюджета в течение года увеличили снижение больше планированных. Но одновременно, я об этом отчетском бюджета говорил, то есть остатки появляются в связи с неисполнением бюджета по отдельным образцам. Глава региона впервые за несколько заседаний сессии взял слово, объясняя новые расходы. В 2018 году на заработную плату из бюджета мы с вами расходовали 35,540, почти миллионов рублей. В бюджете 2019 года мы предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению, то есть на заработную плату вместе с начислениями на нее. В размере 39 миллиардов 250 миллионов рублей. И это лишь часть расходов, основная статья которых – сфера социальная. Депутаты поддержали проект единогласно. Уже не единогласно приняли поправки о курортном сборе. Теперь, если турист его не заплатил, специальный орган должен быть в курсе через 5 дней, а не 30. Мы прогнозируем, что будет расти и количество плательщиков, ну а после принятия вот этого закона, нам сейчас будет количество людей, увлеченных к ответственности расти. Естественно, это не добавит, мягко говоря, популярность и головури. Поскольку это эксперимент, то нам надо когда-то по этому эксперименту подвести черту и определиться, эксперимент удачный или неудачный. В первом чтении сегодня приняли поправки о равных для всех правах на охоту. Сейчас львиную долю лицензий на острел животных бронируют через интернет. Законотворцы вступили за оффлайн-охотников. Новые правила будут дорабатывать. Ни одного охотника, проживающего в сельской местности, даже в районе, значит, не успевали регистрироваться через портал государственных услуг. Вы понимаете, мало того, и еще анализ показал, что там в основном через эту регистрацию проходят охотники, которые, мягко говоря, нарушали правила охоты. Также депутаты закрепили условия и порядок оказания на Алтае палеотивной помощи. Так, авторы закона разделили ее на первичную, например, в ФАПе, и специализированную, и прописали право каждого на облегчение боли, даже если с помощью препаратов. Для человека эта помощь бесплатна. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.